Очередным видом круглогодичной спартакиады школьников Мозорского района стал снежный снайпер. Традиционный турнир, включающий в себя пулевую стрельбу и лыжные гонки. В недавнем сюжете о схожем турнире «Защитник Отечества» мы уделили основное внимание лыжным гонкам. Теперь же остановимся на пулевой стрельбе, которую здесь велась сидя с упора с расстояния 10 метров. Каждому участнику, кроме пробных выстрелов, давалась зачетная попытка. Из пяти выстрелов и максимальное количество очков, которые могли набрать участники, 50. Конечно, ребята, которые занимаются стрельбой дополнительно, имеют определенное преимущество. Но, наверное, все участники снежного снайпера в школе после уроков оттачивали свое мастерство под руководством своих спортивных наставников. Занимаюсь уже три года, привлекаю, нравится. Уже лучше стал стрелять, но лучше стал стрелять уже. Девчата тоже любят и умеют стрелять. Причем с помощью своих преподавателей физкультуры, тренеров детвора осваивают пулевую стрельбу в совсем еще юном возрасте. Я занимаюсь стрельбой с четвертого класса, и она мне нравится, потому что это вид спорта, и я его очень люблю. Вероника – знатная любительница физической культуры, принимающая участие в различных турнирах по самым разнообразным видам спорта. Я принимала участие по бегу, по прыжкам, по киданию. Еще я много где бывала, много всяких вниманий. Бег, прыжки, метания, которые наша героиня окрестила кидание – все это позволит девочке великолепно развиваться физически. И кто знает, быть может она. Сегодня учащаяся коренчанской школы в будущем звезда мирового спорта, примадонна той же пулевой стрельбы. Впрочем, каждый участник способен достичь многого в спорте. Это, конечно, касается тех мальчиков и девочек, кто решил заниматься этим делом профессионально. Ну, а пока они, сегодняшние снежные снайперы, просто радуются соревнованиям и стремятся выступить как можно лучше, уже сейчас понимая, что без труда не вытянешь и рыбку из брода. Я хочу по соревнованиям занять, по лыжам первое или второе место. Я начал заниматься стрельбой с шестого класса, и начал достигать высоких результатов. Как всегда это бывает на круглогодичной спартакяде, школьник Мозорского района состязания судят высококвалифицированные арбитры. Сегодня проходит соревнование «Снежный снайпер», которые привлекают молодежь к занятию спортом. И конкретно я, и Мозорская Розда САП отвечает за такой вид спорта, как стрельба. Дети стреляют с упора, винтовки с открытым прицелом, потому что это дети начинающие, и по большой мишени. Данные соревнования являются непредсказуемыми даже для специалистов, и тому есть масса причин. Это дети только начинают заниматься, потому что тут младшая и старшая подгруппа, и они только знакомятся с этим видом спорта. Многие дети держат оружие второй раз, третий, и показывают достаточно серьезные результаты. Но стрельба – это такой вид спорта, где пробные можно отстрелять больше, а за счет разволноваться и не попасть. В итоге увлекательные борьбы на стрельбище и лыжне призовые трійки обрели следующий вид. Козинская школа, представитель победителей Александр Михайлович Митсура, Средняя школа номер 16 и Средняя школа номер 9. Вторая группа – Средняя школа номер 6, представитель чемпионов Леонид Николаевич Кацапов. Скрыголовская средняя школа, Слобоская средняя школа. Среди базовой школы – Перинство Убельской школы, представитель Павл Владимирович Конопатский. Второе место – Творищевская школа, третье место – Моисеевская базовая школа. В личном зачете имена чемпионов по стрельбе Мария Дубина, Анастасия Кожарская, Максим Баранкевич и Александр Петричек. В лыжных гонках лучшими стали Сабина Дробь, Яна Белая, Андрей Гельман и Евгений Велимович. И, кстати, лыжники скоро получат шанс еще раз продемонстрировать свое мастерство. 27 января в пятницу в одном из самых престижных видов круглогодичной спартакиады школьников Мозорского района лыжных гонках.